Генеральный спонсор места происшествия Сеть магазинов автозапчастей для иномарок Евразия Автоплюс Сеть магазинов Евразия Автоплюс Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля Здравствуйте! В эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Вагин смотрите в этом выпуске Неудержимый КАМАЗ 57-летняя пенсионерка получила травмы в ДТП в поселке Вахруши Короткое замыкание На улице Луганской на ходу вспыхнула газель Родила и унесла в лес Полиция и Следственный комитет Разыскивают очевидцев убийства Новорожденной девочки За что? За то, что Чуть-чуть не доехали до дома Укусил и в лицо получил На улице Попова из-за нескольких монет повздорили дрочливый таксист и кусачий пассажир 57-летняя пенсионерка получила травмы в ДТП в поселке Вахруши Там водитель КАМАЗа протаранил Жигули 7 модели Подробности в рубрике обзор аварий Слово моему коллеге Сергею Пичугину По данным госавтоинспекции Авария произошла в первый день лета в 19 часов На 26-м километре трассы Киров-Шарья-Пермь 52-летний водитель грузовика не смог остановиться перед попутным авто Водитель грузового автомобиля КАМАЗ по предварительным данным Неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства И совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 Который останавливался перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода В результате происшествия 57-летняя женщина пассажира автомобиля ВАЗ получила травмы Однако госпитализации не потребовалось По данному факту проводится проверка На улице Воровского 31-летняя автоледи на Шкоде Фабия сбила пешехода 51-летняя женщина шла по пешеходному переходу Пострадавшую не госпитализировали На советском тракте у дома номер 14 столкнулись два автомобиля Mitsubishi L200 и Audi 80 По данным ГИБДД седан не пропустил машину в кузове пикап В итоге Audi получил серьезные повреждения Пострадавших нет Ночью в четверг в Свичинском районе водитель Газели сбил лося Животное получило травмы, из людей никто не пострадал На улице потребка операции Перед ЖД переездом водитель Мерседеса наехал на яму После чего у него сломалась рессора Лопнули 4 листа По словам водителя фургона Кузов машины был пустой ДТП замерили сотрудники ДПС Теперь мужчина хочет возместить ущерб за счет компании Которая обслуживает дороги в этом районе Сергей Пичугин, место происшествия На улице Луганской на ходу вспыхнула газель Фургон сначала задымился, а потом из-под капота вырвался огонь Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» К моменту приезда пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем На время ликвидации горения полиция перекрыла движение на улице Луганской Известно, что водитель не пострадал Причиной пожара стало короткое замыкание проводов в моторном отсеке Полиция и Следственный комитет разыскивают очевидцев преступления 25 мая в Зубаревском лесу в пакете был обнаружен труп новорожденной девочки Рядом на дереве висела белая женская куртка По факту обнаружения тела новорожденной девочки Следовательно было принято решение о возбуждении уголовного дела По статье 106 УК РФ То есть убийство матери новорожденного ребенка Сейчас разыскивается мать погибшей девочки Если вы знаете, кто совершил это преступление Звоните по телефону 49-66-21-67-00-72-102 Анонимность гарантируется Скажи, что в магазине купили? Водку Водку Нужно достать Сегодня запрещена продажа Сколько стоит? Более 600 литров спиртного Изъяли полицейские в день защиты детей Недобросовестные предприниматели Решили воспользоваться антиалкогольным запретом И заработать За сутки полицейские оформили 34 нарушения Вся алкогольная продукция Находящаяся в незаконном обороте Изъята В отношении нарушителей Составлены протоколы Полиция начала доследственную проверку По ДТП на перекрестке улиц Чорса и Производственной Там столкнулись Волга и 14-е По предварительной версии ГИБДД В этой аварии виноват водитель Волги Который не пропустил 14-ю В ДТП тяжелые травмы получил мужчина Пассажир Волги Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела Михаил Вагин Место происшествия Сейчас прерваемся на короткую рекламу Она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите сразу после нее За что? За то, что Чуть-чуть не доехали до дома Укусил и в лицо получил Укусил У меня дядька хватит Заразы были? Такие не знали На улице Попова Из-за нескольких монет Повздорили дрочливый таксист И кусачий пассажир Благоустройство или дешевые овощи А тебе вот не дам заработать Ты че, офицеристка, надо Торговать здесь и рот здесь не дам Я сдохну И ты Сдохнешь На улице Карла Макса По решению суда Снесли ларек с фруктами и овощами Компания Профиль Это широкий выбор фасадных и кровельных материалов От эконом до премиум класса Удобно Доступно Быстро Просто позвоните нам Остальное мы сделаем сами Потребка операции 2А В эфире проект Место происшествия И мы продолжаем На улице Карла Маркса По решению суда Снесли ларек с фруктами и овощами Причина демонтажа Стал конфликт Между владельцем торговой точки И жильцами многоквартирного дома Как выяснилось Киоск находился на придомовой территории Которую жильцы планировали Озеленить А также установить на ней детскую площадку Все подробности в нашем следующем материале Вчера 30 мая Должны было вручены требования Об исполнении требовательных документов Для монтажа торгового павильона Требования это не исполнено Мы сейчас в акте совершения исполнительных действий Фиксируем данный факт По словам жильцов Уже второй год Они пытаются убрать этот ларек Они утверждают Что владелицы и продавцы торговой точки Устроили на их цветочных клумбах Настоящий туалет А здесь это центр города Это лицо города Оно должно блестеть и свергать А не так, чтобы сюда в туалет ходили И все цветы топтали И все строения все расширили Все, что же здесь было Все сломано Ничего тут не растет Извините, в туалет ходят в эти пакеты И выливают сюда Очень приятно В итоге суд постановил демонтировать этот киоск Приставы пришли утром с бригадой рабочих И начали разбирать незаконную постройку Впрочем, допилить дверь не успели На место ЧП приехал владелец киоска А тебе вот не дам заработать Ты что, официалистка, надо Торговать здесь не дам Я сдохну, и ты Судя по этим словам Мужчина уверен, что жильцы пекутся отнюдь Не за детскую площадку Или озеленение территории На этом месте они хотят открыть свой киоск В защиту киоска выступили и прохожие Которые постоянно покупают здесь овощи и фрукты На рынке вот такой зеленый Ну, в 2,40 Ничего не завалить Он никогда не обманывает Было все прекрасно С работы зашел, купил спокойно Не надо бежать на рынок Или ехать А вы что делаете? В итоге владелец стал сам разбирать И выносить свой ларек с придомовой территории Лариса, вам только фотоаппарат Показали, что вы еще Причем меня все снимаете? А Таша снесет, значит, все Это я, я, я Вы не исполнили Почему? Вы исполняете статус Нет, нет Я, я, я Я снесу Я снесу Целый день шла уборка киоска Решение суда было исполнено Торговую точку пустили под трактор Михаил Вагин Место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее За что? За то, что Чуть-чуть не доехали до дома Укусил и в лицо получил Укусил Рядяй какой Разве Так не знаю На улице Попова Из-за нескольких монет Повздорили дрочливый таксист И кусачий пассажир Аварийно перестроился В рубрике видеорегистратор Самые заметные видеоролики уходящей недели Ваш ремонт в надежных руках мастеров компании Вятка Строй Декор Действуют скидки на работы и строй материалы Вятка Строй Декор 45-02-09 В эфире проект Место происшествия И мы продолжаем Таксист-боксер и его клиент-вампир Именно такие образы подходят к героям нашего следующего сюжета Дело в том, что на улице Попова водитель такси Не довез пассажира до дома А пассажир отказался платить за поездку больше 80 рублей Компромисс найти не удалось Водитель исполнил боксерскую двойку по голове клиента А тот решил укусить таксиста Судя по травмам, первый дрался не хуже Мохаммеда Али А укусу второго позавидовал бы и сам граф Дракула В обстоятельствах конфликта двух супергероев Разбирался наш корреспондент Павел Москвин Спор из-за нескольких монет и нескольких метров Между таксистом и клиентом Николаем закончился дракой По словам пассажира Николая, таксист обнаглел, дополнительно требовал деньги Я говорю, остановись Он мне говорит, мне надо доплатить Я говорю, как доплатить? Я говорю, 80 рублей стоило Мне надо доплатить А надо было доехать-то вот До Попова 5А Если верить Николаю, деньги у него были Оставались и силы, чтобы пройти несколько десятков метров до дома Может, у вас денег не было, чтобы расплатиться? Почему? Было, было А чем бели вас? Руками Руками, да? Вы один ехали в машине? Да Сотрудник МДПС таксист рассказал, что он защищался от кусачего пассажира Посадил Посадил Укусил Я дядю какой Заразный? Дядю не знаю, но придется Я пешу с вами делать Водитель уверял, что к арматуре, которая лежала сбоку от сидения, он не притрагивался Между тем, пассажир попросил у полицейских листок для заявления Вот на этого человека, на избиение, на водителя На водителя? Да Присаживаете Я говорю, расплатить? Он говорит, 80 рублей Я уже дал, там еще 16 минут стоил Я говорю, у тебя денег будет больше Он давай звонить в диспетчер, еще выжал ей Обоих героев увезли в отдел полиции Одному придется отвечать за укус, второму за боксерские приемы Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия На улице производственной камера зафиксировала, как, вероятно, пьяный водитель десятки въехал в иномарку Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели На улице производственной водитель десятки решил объехать попутный Hyundai и врезался в Renault По словам автора видео, шофер на десятке был пьяный и скрылся с места ДТП На улице Ленина у классики на ходу отпало заднее колесо На повторе видно, колесо отлетело и едва не врезалось в велосипедиста В свою очередь классика заискрилась и остановилась на обочине На Октябрьском проспекте автомобилисты наблюдали за странными маневрами водителя темного седана, который планировал повернуть налево На повторе видно, что нарушитель сначала подрезал попутный Chevrolet и, видимо, хотел ехать налево А потом передумал и поехал задним ходом и столкнулся с Lexus На улице Мельничной под мостами дорогу не поделили водители Газели и иномарки Судя по видео, драку начал водитель иномарки Он схватил Газелиста за куртку и нанес ему серию ударов Впрочем, через несколько секунд последовал ответ Разнять бойцов смог только очевидец, водитель кроссовера На улице Лепси у супермаркета регистратор зафиксировал хулигана, который разбил две урны и вывеску На повторе видно, что шли три молодых человека, один из них побежал и стал громить урны Убегая, он хотел снести вывеску и упал Падение явно насмешило компанию и они продолжили путь На улице Ленина пьяный мужчина пытался поймать машину Пешехода штормило из стороны в сторону, он шел по проезжей части В итоге его заметили сотрудники ППС В Кирово-Чепецке пешеход и вовсе сидел на проезжей части На замечания водителей мужчина не реагировал, он продолжал сидеть на встречной полосе Впоследствии очевидцы вызвали полицию, пока кто-нибудь не сбил этого странного пешехода На улице производственные очевидцы заметили, как на восьмом этаже общежития пьяный мужчина Перелез через ограждение балкона и пытался спрыгнуть Время спать пора Не, потом полетаешь Потом на самолете полетаешь Ну а теперь ложись спать По словам автора видео, в первый день лета испытать свои летные качества у мужчины не получилось После уговоров потенциальный самоубийца вернулся обратно в комнату Давай обратно, б** На улице Лепси очевидцы наблюдали торнадо Смотри, торнадо Поехали, поехали, поехали Вижу, вижу, вижу Скорее всего это был не торнадо и не вихрь, а последствия гидравлических испытаний На улице производственные оригинальным способом решили перевезти груз водитель и пассажир десятки На повторе видно, что на крыше автомобиля не было багажника Вместо него были руки водителя и пассажиров На улице Пугачева голуби перешли дорогу в неположенном месте Пернатых пешеходов автор видео пропустил На съемке видно, что птицы даже не думали взлетать Михаил Вагин, Место происшествия На этом все Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия И сняли его на свой мобильный телефон Или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobakoinbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте Место происшествия Киров А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта Место происшествия Вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Место происшествия Киров В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok